обжимаю кабель для инвертора для аккумулятора четыре клеммы обжал всего лишь это это было дело в магазине когда покупал кабель на инвертор который сейчас установленный аккумулятор это на другой аккумулятор я обжимаю и тогда в магазине просто продавец показал мне как это делается ну вот я сейчас обжал уже одну клемму самостоятельно сам вот так вот это сделал тот кабель конечно по качественней который у меня установлен маркировку я не могу найти но там белая изоляция такая толстенная изоляция прямо ну один минус что он не такой гибкий как этот не такой эластичный но там мощнейшая изоляция это купил метровый кусок каблекс каблекс украина 35 квадратов вот его маркировка если камера фокусируется такая себе изоляция у него сильно мягкая но я думаю что мне там особо мощная изоляция не нужна будет вот такой вот он в разрезе идет кабель одну клемму уже обжал купил гидравлическую обжимку показывал я вам видео видео обзор не показывала то что с алиэкспресса пришло и вот уже одно обжатие сделал клеммы использую вот такие также с алиэкспресса но толстостенные они такие вроде бы нормальная длинная клемма есть они короткие есть длинные чем хороша тем что можно сделать на ней два обжима вот я и сделал вот здесь обжим и здесь советовали мне что полностью заполнять чуть ли не потрошить жилки с кабеля надо кусочек отрезать и заполнять места жилками добавлять использовать смазку типа ну так которая контактная смазка идет садить на смазку мазать кабель мазать клемму и потом только все это обжимать да это идеальный вариант но у меня кабель будет использоваться в помещении поэтому я думаю что эта смазка не обязательно окисляться я думаю что клемма не должна вы пишите свои понимания как это все происходит как правильно делать под видео потому что ну я не специалист сейчас при вас обожму еще одну клемму как я делаю просто вымеряю отметку делаю насколько нужно обрезать будет изоляцию сразу беру вырезаю кусочек небольшой чтобы насадить клемму чтобы не распушился кабель сразу ее направить есть клеммы кстати на алиэкспрессе но я длинных не видел видел коротенькие но они здесь с заходом юбка так сделано то есть направляющая даже распушенный кабель в ту клемму будет легко запустить но вот именно длинных с таким концом как под конус я не видел вы напишите в комментариях если видели такой но этот кабель как-то наверное он не такой качественный как тот который у меня установлен 35 белый с мощной изоляцией было тяжелее как бы упаковывать в эту клемму этот так не сопротивляется наверное он не такой плотный не не такую плотность он имеет снимаю и даже наверно много снял запускаю жилки чтоб не завернулись таким вот образом чем больше снимаешь тем тяжелее будет их понятно что запустить беру там где отмечал отрезаю также по кругу изоляцию здесь изоляция вообще легко как бы удаляется не такая она плотная толстая и аккуратненько разрезаю разрезаю чтобы наконечник не слетел пишите по вот этому поводу вот по наконечнику то есть по клемме сразу может какие то есть способы стянуть жилки о но вот видите но сейчас как раз посмотрим сейчас как раз посмотрим сейчас как раз и посмотрим как есть способ если какой-то стянуть жилки чтоб собрать их все в кучу но как вариант стяжкой но нет здесь все пошло все пошло и и так в общем то ну плотно находит но да есть конечно просветы есть куда можно было бы как человек мне писал для более плотность большей плотности на поживать жилок понятно что будет больший контакт лучше как бы будет так но здесь вот все до конца клемма оделась полностью до конца вот так вот это все выглядит до обжатия зажимаю кран закрываю так сказать гидравлический и начинаю фиксацию здесь можно довести до фиксации как гидравлический домкрат тоже примерно алгоритм тут тут главное но если хочешь красиво сделать то правильно выставить саму клемму нужно так вот до фиксации потом кабель прижимаешь и дальше продолжаешь уплотнять губки сжимаются все просто также клемму сжимают клемма уже сжимает кабель вот вот так губки сжались все теперь отпускаю может откручиваю кран цилиндром поршень автоматически заходит и вот первое обжатие произошло выставляю на второе тут уже проще кабель уже зафиксирован и прижимаю вот так вот это происходит если видно сейчас фокусировалась пресс по сути это гидравлический пресс ручной вот все без фанатизма но я думаю что тяжело будет поломать хотя все возможно вот так вот обжата вторая клемма по надобности если нужно термоусадкой усаживаем и фиксируем вот так получилось в итоге если кабель одинаковый то можно использовать разную по цвету термоусадку ну если хотите чтобы было у вас ориентация плюс минус то красный будет плюсовая термоусадка а черная будет минусовой кабель если у вас кабель одноцветный есть в продаже красный черный но там в магазине где приобретал то красного не было такой вот есть черный уже с более он как бы грубой изоляция идет такая вот как двойная какая-то здесь уже более серьезная изоляция что за изготовитель евро панк кабель также 35 квадратов только вот такой вот он в разрезе немного другой по цене метр что-то 200 чем-то гривен а вот есть также с черной изоляцией я смотрю что не сильно отличается он от этого какой-то немецкого производителя но он 400 чем-то за метр стоит поэтому тут уже выбирайте какой вам нужен с какой изоляции черный немного другую имеет структуру конструкцию так сказать материал возможно один и тот же и изоляция другая более плотная вот так вот выглядит если сравнивать с вот этой то с этим кабелем тот такая простенькая изоляция здесь вот такой вариант ну и сам кабель поплотнее а по цене не вроде бы и одинаковые обжала вдавила вдавила по крайней мере губки сошлись вдавила здесь клемма держится нормально